Купила зеленую картку, зэкономила на жабо. И жаба не давит. Тут просто практически ни одного целого здания. Все дома надо под снос носить. Ну здесь ни одной строительной техники, тут вообще ничего нет. Сегодня я покажу вам очередное видео о том, как Россия помогает жителям Донбасса. Российские волонтеры съездили в Северодонецк Луганской области, который был захвачен российской армией больше года назад. И поделились своими впечатлениями о современном состоянии Северодонецка. И россияне признали, что город остается полностью разрушенным. И никакого намека даже на восстановление там не происходит. Да и вообще, по их словам, Северодонецк настолько разрушен, что его дешевле расселить и вообще полностью снести, чем отстраивать заново. Это Северодонецк самый разрушенный город, наверное, на территории, ну, как вам сказать, на территории Украины, на территории Новой России, неважно, короче. На самом деле Северодонецк далеко не самый разрушенный город Украины. Они просто не были в других городах. Например, Попасная, которая находится там неподалеку в стороне, была разрушена на 90%. И оккупационные власти Луганской области уже объявили, что вообще нецелесообразно ее восстанавливать, и они не будут этим заниматься. Маринка Донецкой области уничтожена просто под ноль. На ее месте остался только строительный мусор и фундаменты домов. И там бои еще продолжаются. Солидар и Бахмут также практически полностью стерты с лица земли. Это признавали сами россияне. И, в принципе, восстановить эти города уже невозможно. Их можно только снести и построить на их месте что-то новое. Даже если это будет называться Бахмут и Солидар, понятно, что это будут уже абсолютно другие города. Да, Северодонецк на этом фоне, конечно, все-таки выглядит получше. Но все равно очевидно, что он настолько искалечен войной, что полностью восстановить его тоже будет уже невозможно. И в прежнем виде этот город, конечно же, уже никогда не будет существовать. Он самый разбитый населенный пункт вообще находящийся в данном военном конфликте. Самый, блин, разрушенный. Тут просто практически ни одного целого здания. Все дома надо под снос носить. Но здесь ни одной строительной техники, тут вообще ничего нет. Все разрушено. Важное замечание, которое мы слышим, нет строительной техники. То есть прошло уже больше года с тех пор, как Россия захватила Северодонецк, установила над ним полный контроль. Это случилось, напомню, еще в начале лета 2022 года. И вот сами же россияне признают, что никакого восстановления не происходит, строительной техники нет. То есть даже не началось еще ничего. Это означает, что город просто по факту разрушили и бросили. Россиянам он даже не нужен. Они просто его разнесли и бросили его жителей на произвол судьбы. Дальше выживайте как хотите. Ну да, у вас нет домов, нет коммуникаций, нет связи, нет работы. Но это уже, как говорится, ваши проблемы. Главное, что Россия пришла. Радуйтесь, что у вас наконец-то русский мир. И вот у меня в комментариях к моим видео очень много бывает российских патриотов. Чаще всего они мне там какие-то гадости пишут. Но я их не баню. И я хочу как раз вот сейчас задать им этот вопрос. Вот просто ответьте мне, ответьте мне. А зачем? Зачем вы захватили Северодонецк, если он вам не нужен? Если вы его просто разрушили и бросили. Это называется ни себе, ни людям. Зачем вы это сделали, если очевидно, что этот город не нужен вашей стране? Все заправки, все супермаркеты, все просто вот в хламину. Ни одного целевшего здания не осталось. Просто ни одного. Вот, видите, как сами, все развалено, все сгоревшее. Ну, я уже эти кадры делал. Вот, на обратном пути просто я показываю. Вообще все просто в хламину. Вот, подъезда нет. Ох ты мать. На другой стороне тоже все деревья обгоревшие. Ну, тадам. Ну, у Путина это называется помощью Донбассу. Это просто Северодонецку так помогли. Конечно, мы должны были помочь, и мы помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Но теперь от такой помощи впали в шок даже сами россияне, которые приехали посмотреть на дело рук своей армии. Даже криминар практически не так разбито, как вот Севера, Донецк. Вот. Самый многострадальный город. Мне кажется, даже его восстанавливать, мне кажется, вот хрен будут. Его просто снесут, его и все. Потому что это нереально, это все будет сделать. Это же невыгодно даже. Проще людей расселить в других населенных пунктах. В том же Луганске, там каком-нибудь еще и все. Люди, которые превратили Северодонецк в руины, теперь говорят, что восстанавливать его, знаете, невыгодно. Поэтому проще будет вообще снести, да и забыть, что такой город когда-то существовал. Ну что, отлично. Справились, ребята. Помогли Донбассу. Причем самое потрясающее, что российские патриоты, которые превратили этот город в руины и оставили его жителей бездомными, даже не могут внятно объяснить, а зачем вообще все это было. То есть этот город им просто не нужен, что совершенно очевидно. Они его разрушили, бросили и никто даже не потрудился нормально там рассказать жителям Северодонецка, хотя бы, да, которых они бомбили. А зачем вообще это все они сделали с их городом? Причем, опять же, что самое важное, тоже это всегда подчеркиваю, что смотрите, нам не надо в Украине что-то придумывать, тут сочинять, сгущать краски, да, фальсифицировать. Сами россияне, смотрите, сами снимают на видео, сами комментируют, рассказывают, как все есть, сами выкладывают, да, в интернет документируют и выкладывают последствия своих военных преступлений. Больше всего я люблю, когда россияне, которые с 2014 года рассказывали, что в Украине идет гражданская война и внутренний конфликт, теперь берут и запросто признаются, что все это время они просто врали, а Украина, соответственно, говорила правду и не было никакого внутреннего конфликта, а Россия на самом деле в 2014 году выводила в Украину войска, лишь для вида прикрываясь вот этими всеми псевдоополченцами. На этот раз такое признание сделал известный полевой командир боевиков ДНР Александр Ходоковский, который дал интервью российскому военкору Семену Пегову и совершенно открыто признал перед камерой, что да, в 2014 году Россия действительно вводила в Украину войска, когда стало очевидно, что парамилитарные формирования так называемых ЛДНР не способны с Украиной воевать на равных и не могут держаться против украинской армии. Тревога тогда просто висела в воздухе, мы с трудом справлялись с ситуацией, мы разрывались, мы всегда на остатках БК работали. У шахтеров и трактористов Донбасса была очень тревожная ситуация, не было ни техники, ни оружия, ни боекомплекта и тут случилось чудо. И тут случилось чудо, поступила помощь, тогда, конечно, об этом было говорить не принято, мы все время говорили, что мы своими усилиями, хотя это было, конечно, неправда. Зашли ограниченные ресурсы со стороны России и помогли нам эту ситуацию мало того, чтобы удержать под контролем, но еще ряд районов, такие как Новоазовский, Тельмановский, Старобешевский районы, они оказались полностью под нашим контролем.